Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Московское М19 часов 5 минут. 14 число 9 месяц 2021 год. Вот у нас очередной проект на 2022 год. Значит, кому младше 30 лет, 40, можете не глядеть. Сказки. Приключение Тяпа. 1987 год. Если будет работать, послушаем. Тяпа. Русские народные сказки. Так. Цена 60 копеек. О, Татьяна Пельцер. Это Маша и Медведь. Это, я не знаю, что такое. Это вот ради такой пластинки все-таки проигрывать надо запустить. Маши. Ух ты. Меня самого заинтересовало. Это вам не Маша Медведь современно. Это классика. Так, сколько это пластинки лет? Так. 86 ГОСТ. Значит, так. Давайте считать. 14 и 21. 35. 35 лет. Лепешку забью, вот ради этого запущу. Так. Отложим ее. Так. Что тут у нас еще? Коза Дереза. Читает Борис Рунга. Я думаю, уже никто не помнит, кто это такой. Так. Пыльненько, но, скорее всего, будет работать. 68 год. Ладненько. Так. Это повтор. Если Таня будет работать, а будет работать это. Ладнушки. Петушок, золотой грибышок, скорее всего, работать не будет. Очень глубокие царапины. Ладушки. Что за Бобик? Покрушение Тяпа. По-моему, у меня уже такая была. Где-то тут. Ох-ох-ох-ох-ох. Цена 70 копеек. Посмотрим. Ладно. Так. О! Красная шапочка. Опять 6 копеек. Ну, я вам скажу, в заводе был обед. Вот считайте, это вот эта пластинка по цене обеда. Вот и делайте вы для советской власти. Должно работать. Хочешь обедай, а хочешь слушай сказку. Но... Да ну, да ну. Вот вам и ну. Так. Это что-то ряд бумажной этикеточки. Проключение колобка. Вот, обратите внимание, торжественная подпись владельца. Потому что была такая, сказать, традиция взять послушнее и отдать. А вот... Вы поняли, короче. Так-с. Пильцер. Хоть сейчас слушай, но у меня аппаратура не... Так-с. Мелодия. Все царапанное. Будем наде... Нет, это уже не будет работать. Ну, сколько будет работать. Так. Мелодия. Беременские музыканты. Без упаковки. Вот такая пластиночка. Эх, ё-моё. Скатер-самобранка. Тоже такого аппаратуара. Опять подписанные. Смотрите. Вот такой ряд. Так-с. Слонёнок пошёл учиться. Ммм... Скорее всего капут. Кот в сапогах Гитлер капут. Свинопасс. Вот так-с. Угу. Что-то у меня из советского времени только Гайнц и Трино. И Трино. Ганс — это немецкое имя, а Трино тоже немецкое. Последнее там... Что там с гусей? Меняли, меняли, меняли. О! Приключение Типолина. Ё-моё. Жалко будет, что не будет работать. Ну, ладно. Так-с. Что тут следующее? Как сказала предыдущая владельца этих пластинок, у нас было трое детей. Ну, соответственно, качество. Разломали всё. Ну, платье короля Андерса. Стёпа! Чернышка! Кс-кс-кс! Иди сюда. Так. Приключение Баратины, по-моему, уже было. Ой. В советское время мы эту штуку запускали. Главное, по башке этой штукой не получить. Кот-хвостун. Вот это хоть тресни не помню. Ну, может работать, может нет. Всё поцарапано. И еду, черныш. Так. Гуси-лебеди. Прохраблого зайца. О! Всё. Пошёл за... Как его звать? За конденсаторами. Надо всё-таки проиграть, восстанавливать. Вот, кстати, Маша-медведь Пельцех. Татьяна. Лисичка с сестричкой Серый Ворк. Тоже Татьяна Пельцех. Кто не в курсе, можно википедию посмотреть. Мне кажется, это лучшая артистка. Но... Что она делает при немцах, не очень понятно. Я не выдавался в подробности. Говорит, там какой-то даже в ЕТ было Пельцех. Все-таки немецкая фамилия. Но это ладно, всё политика. Нам этого не понять, мы при том времени не жили. Не надо тут мозги канифулить, самых умных строить. Так, вот опять священная подпись владельца Гуси-лебеди. По-моему, это уже, по-моему, третий раз мне же попадается. Отберем лучшие. Так, мелодия. Ох ты, старый хатрабыч. Так, а вот официантка Мария Миронова. Не мать Миронова из бриллиантовой руки. Люлик. Помните? Козло до Ева, который работал этим. Хе-хе. Как это зовется-то? Не мужской манер-то. Манекеном. Вот так. Ладно. Вот эта кучка. Ладно. Так. Включение тяпачек. Да? Это сюда. Ох. Номик 16. Вот были времена. Все подписано. Так. Мелодия. Смотрим. Опять чья-то подпись владельца, который уже… Так. Вот этот доктор болит. Попрет. Вот, да? Так. Бременский музыкант у меня в такой обложке не… Кстати, в мое время не попадалось. Смотрим. Ну, если… Так. Ну, должно работать. Попрет. Увол. Так. Ну, давайте незнайку посмотрим. Какой год-то хоть. 90 копеек. Уже на обед не хватает. Этому уже надо ближе к 90-му. Так. 73-й. А что рубль-то? Так. Вот из этих меня уже никто не вспоминается. Ладно, смотрим. Ну, вроде должно работать. Сказки. Самый лучший дед. Ух ты, парк. Язык сломаешь. Ну, должно работать. Я чувствую, его не очень слушали. О, Карсон. Спартак Мишурин. Этого. Охо-хо-хо-хо. Это был Карсон Советского Союза. Да. А еще Белый Солнце в пустыне. Помните, там чувак был загопленный в песке. Так это вот этот артист. 90 копеек. Ну, это уже бы сервис 58-й год. Гост. Давайте посмотрим. 73-й год. Ладно, будем слушать. А так и придется за 5 тысяч покупать соответствующую аппаратуру. Так. Хорошечко-хорошечко. 90 копеек опять. Опять рубль. А еще, кстати говоря, рубль. 90 копеек. 5 копеек проезд в автобусе-троллейбусе. Трава я, может, не знаю. Там, может, дешевле. Значит, так. 10 раз это 50 копеек. Ну, да. Так. Ладно. Ну, должно работать. Так. Следующее. Кошкин дом. Опа. Вот смотрите сюда внимательно. Сергей Образцов. Артиста Центрального театра кукол. Худ... ...худ... ...худ... Сергей Образцов. Это... ...сказка маршарка. Должно быть нормально. Даже не мор... ...а отлично. Присутствует пакетик. Антистаркетический. Я думаю, нормально будет. Тогда посмотрим. Бум. Опа. Ну, если пыль стереть, должно работать. Так. Повторюсь. Фильм... Да. Ролики будут ближе к Новому году и после Нового года. А именно, когда будет 10 дней дурака валять будем. С 1 по 10 января. Так. Следующее. Это что такое? Либерда какая-то. Мелодия. Опа. Даст из фантастии штук. Это, по-моему, даже не мелодия. Нет, мелодия. А почему по-английски? Может быть, кулек не тот. Нет, нет. Это кулек не тот. Рижки зовут грамм пластинок. Хотя, может быть и тот. Нет. Рига и Ленинград это совсем разные вещи. Толстой. Приключение булотина. Вот. По-моему, эту пятую пластинку. Ну. Пиздец. А! Брррр. Нет. Ребята. Скорее всего, работать она не будет. Вон. Чек. И все. Товар исполчен. В общем, короче, вся эта билиберда обошлась 5 рублей диск. Считайте сами. Так. Так. Генусь тяпота. Следующее. Гадкий утенок. Эту обложку я уже помню. Так. Смотрим. Должно работать. Видимо повреждений нет. Так. Брумс. Заложим. Так. Следующее. О! Ну, это я уже помню. застал точно. По следам. Бременских музыкантов. И сюда. Так. Будем надеяться. О! В идеальном состоянии. Кулечек. Должно работать. Все послушаем. Кому уже 60-70 лет внуков на прослушание. Но я боюсь, что они у себя покрутят у виска. Так. Царёна-лягушка. Опять 11 копеек. Вы за беды хотите оставить что-то. Брум-брум-брум-брум-брум. Кулька нету. Но визуально царапины не должны работать. Ладно. И последнее в нашей теме. Так. Слонёнок пошёл учиться. Мультик такой есть. Без кулька. Киплинг. 90 копеек опять копеек так ладно все понятно иду сунда да 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 стёк ты чё там ловишь хочешь погулять и такс такс вот первая серия будет про это Маша и Медведь Татьяна Пельцер Снегулочка Лищичка сестричка серый волк Татьяна Пельцер вот подпись должно работать но если будет прыгать извините хотя я знаю где пьезоголовки еще продаются 250 рублей считайте на пиво сколько это стоит да иду черныш всё кино закончилось их невысокое благородие в смокинге изволит погулять и до новых встреч и иду и иду всё Степан одевайся запрыгивай надевай намордник побежали вот так вот Продолжение следует...